Суперсовременное специализированное медицинское учреждение Онкодиспансер достроили и сдали в Магадане На работы по новому проекту ушло всего два года Наверное где-то в июне 2018 года стало понятно Что реконструкция онкодиспансера зашла в тупик И то, что проект не прошел экспертизы и подрядчик отказался Мы вернули в федеральный бюджет тогда более 400 миллионов рублей Потому что понимали, что не освоим Понятно, что мы были оштрафованы за это За возврат денег, за несвоение денег Но тогда я пообещал Татьяну Алексеевну Голиковичу Поглялся, что поверьте нам Но мы онкодиспансер сделали Теперь главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев С гордостью показал главе региона новое медицинское учреждение Рассказав о возможностях лечения и проведения в Магадане самых сложных операций В чем преимущество расположения ЦАОПа в настоящее время в этом корпусе ЦАОПа выделена отдельная своя собственная операционная Также у него будет три палаты дневного пребывания для пациентов Получающих химиотерапию амбулаторно И две палаты дневного пребывания для хирургических пациентов Которым проводятся какие-то оперативные вмешательства амбулаторно Взятие биопсии, где они смогут после оперативного вмешательства провести какое-то время И после этого пойти далее Стоимость реализованного проекта по реконструкции Анкодиспансера около миллиарда рублей Можно уверенно утверждать Там созданы самые комфортные условия для пациентов Великолепный операционный блок с широчайшим спектром возможных операций Включая две операционные Одна с рентгеновской установкой Вторая еще более уникальна С ламинарными системами Палаты для амбулаторной химиотерапии Но магаданцев волнует и вопрос Кто будет работать на этом сверхсовременном оборудовании Еще момент Мы сюда приехали Я вот раньше заезжал один Там сейчас мы приехали большой бригадой Наши 16 человек Профессора Южно-Уральского медуниверситета Нам очень интересно работать с коллегами Вот уже третий день Наши ребята и оперируют И консультируют по моему К взаимному интересу Вот мы готовы Собственно готово соглашение между университетом и областью Мы готовы завязать в постоянные контакты Телекоммуникации, визиты Нас к вам, вам К нас То есть университет может Проводить усовершенствование Рассказы, документы оставили Специализацию Практически по всем Мы крупные в России, честно Как сказал в завершении брифинга для журналистов Андрей Важенин Мы еще увидим своими глазами Рассвет этой клиники Олег Дудник, Олег Калугин Специально для вечернего Магадана В Магадане прошло заседание штаба По недопущению распространения коронавирусной инфекции Борьба с коронавирусом длится уже третий год В связи с этим был разобран ряд волнующих вопросов В регионе ситуация по распространению Новой коронавирусной инфекции Сохраняется напряженной В ноябре было Лабораторно подтверждено Более тысячи новых случаев Это на 39% Больше От числа выявленных в октябре И надо сказать, что В этом, в 2021 году Это максимальное число заболевших Было зарегистрировано Было отмечено, что на территории Магаданской области Возросло число заболевших Респираторными заболеваниями и гриппом Грипп пришел на территорию раньше Чем это было Несколькими годами ранее В прошлый год мы прожили без него В этом году грипп уже регистрируется И болеют и дети, и школьники За последнюю неделю Это 11 случаев заболеваний В целом 16 уже выявлено Лабораторно подтвержденных На заседании также обсудили ход И темпы вакцинации колымчан И сроки ревакцинации Очень много людей переболели более полугода назад. Большая часть людей или определенная часть людей вакцинировалась более полугода назад. И речь сегодня идет для переболевших более полугода назад об вакцинации, для вакцинированных более полугода назад о ревакцинации. И это является нашей сегодня целью и задачей. На данный момент в городе Магадан доступны 4 вида вакцины. Это значит, что каждый человек, основываясь на показаниях врача, может выбрать для себя наиболее подходящую вакцину. К сожалению, другого пути, как предотвратить тяжкие последствия распространения заболеваний, кроме вакцинации, на сегодня не существует. Вот как непечально это звучит, у нас три пути на сегодня. Это привиться, второй путь заболеть, третий умереть, если ты не привился. Жители Магадана и области рассказали, что думают о вакцинации. Наверное, да. Я, конечно, не медик, но если кому-то это помогает, то, конечно, лучше провакцинироваться. Я считаю, что это выбор каждого, он должен сам сделать. Я считаю, что вакцинироваться стоит, потому что всем нужно подумать о своем здоровье и здоровье окружающих. Да, два раза провакцинировалась, от гриппа вакцинировалась, и все нормально. Теперь ничего не боюсь. Нужно ли вакцинироваться во время пандемии? Да, и я вакцинирована. Спасибо. Для жителей третьего микрорайона установили елку. Город к Новому году готовят коммунальщики. Зеленые красавицы для магаданцев делают специалисты лесхоза. Комбинат зеленого хозяйства их устанавливает, а рабочие горсвета украшают. Установить елку на прежнем месте в третьем микрорайоне не получилось из-за стройки, поэтому место немного изменили. Руководители организации заняты подготовкой Магадана к главному зимнему празднику, поэтому пообщаться вечернему Магадану удалось только по телефону. Елочку меньшего размера сегодня как раз установили, ту, которую изготовил наш замечательный лесхоз. Из поробочных остатков сланика, который производился в противопожарных полосах лесного массива, в ближайшее время горсвет ее украсит, и это уже будет завершающая елочка городская, общегородская, которая будет радовать наших юных и не юных горожан. Также специалисты КЗХ установили горку, однако из-за стройки и высоковольтного кабеля, который питает ее, горку пришлось развернуть. Так специалисты обезопасили жизни и здоровье детей. На Магаданской площади начал работать елочный базар. Зеленые красавицы есть разных размеров – от 50 сантиметров до 2,5 метров. Цены разные, все зависит от высоты дерева, но покупатели отмечают, что в этом году сладниковые конструкции дороже, чем в прошлом. Зеленую красавицу в 1,8 метра теперь можно купить за 3,5 тысячи рублей. Елочный базар проработает до конца декабря. Планирую торговать до 31 числа. Елка у нас 350 елок. До старого нового года. Она простоит и еще после нового года простоит, если она может поливать ее, прыскать водой. На одну маленькую елку уходит около получаса, на большую час. Продавцы уточняют – вреда природе они не наносят. Сланник не вырубают полностью, берут лишь около 25% от куста. Через несколько лет он разрастется еще сильнее. В павильоне парка «Маяк» наградили победителей фотоконкурса «Самая красивая Колыма». Награды вручил председатель Магаданского отделения Русского географического общества Александр Нестерович. В конкурсе поучаствовали как профессионалы, так и любители. Анастасия Кошман всего 14, но у нее уже есть диплом за второе место. Девушка-самоучка нигде этому искусству не училась. Рассказывает, что просто очень любит фотографировать природу. Я, получается, гуляла весной за своим домом и увидела вербочку красивую и решила ее сфотографировать на фоне так красиво. Но я хочу поступить на фотографа, вот поэтому я и участвую в таких конкурсах. Жюри не знали автора фотографии, судили только работы. Именно поэтому некоторые участники заняли призовые места в нескольких номинациях. Конкурс решили провести по аналогии с всероссийским фотосостязанием «Самая красивая страна» на базе регионального отделения РГО. В первую очередь это для того, чтобы привлечь людей, чтобы кто фотографирует, он показывает то, что он видел, и что-то уникальное, а остальные могут с этим ознакомиться. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы те люди, которые сегодня любители, постепенно становились профессионалами. Потому что дальше мы будем организовывать какие-то мастер-классы, как правильно фотографировать, как правильно подавать информацию. В конкурсе было три номинации. Участники присылали от одной до 25 работ, отмечают организаторы. Жюри наградили каждого дипломами и редкими книгами. «Самая красивая Колума!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова